Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина и мы будем готовить сырный суп с колбасой. Для этого нам потребуется 3-4 картошки, 1 морковь, луковица, колбаса, копчёная грамм 100-150, а также сам сыр. Я взяла мягкий плавленый сыр. Для начала мы с вами обжарим морковку с луком, а потом всё добавим остальное. Включаем мультиварку, выбираем режим жарки. Наливаем чуть-чуть масла, буквально столовую ложку, не больше. Опускаем сразу туда морковь киртую и луковицу. Я предпочитаю обжаривать это, не морковь, а лук, потому что сок будет такого приятного, желтоватого оттенка. Сыр я беру мягкий. Раньше делала из плавленых сырочков, но сейчас говорят, что плавленые сырки это не сыр, а сырный продукт. Поэтому попробовав раз, такой вот сыр, и ощутив, что в принципе вкусовые качества ещё лучше у супа, сейчас сварю суп только с таким сыром. Что хорошо, суп готовится быстро, если откуда-то пришёл, времени на готовку нет, полчаса суп готов. Поэтому всегда у меня в холодильнике в запасе баночка, две такого сыра имеются. Но на такую кастрюлю, вот как раз две упаковки, то есть по 100-200 грамм сыра будет достаточно. Сейчас обжарим лук с морковью. В это время поставим ещё кипятиться воду, потому что сок мы зальём горячей водой. И кастрюля мультиварки у нас нагреется, так как мы жарим уже морковку с луком. И залив горячей водой, мы сэкономим время приготовления, то есть у нас не уйдёт время на нагревание воды. Поэтому в течение 25 минут суп будет готов. Лук с морковью у нас обжарился. Сейчас мы сюда отправляем картофель. Режим жаркой я пока не выключила. Сначала сложу все ингриденты. Колбасу. Вместо колбасы вы можете использовать, как я ранее сказала, куриную грудку, но мелко порезанную. Выкладываем сыр мягкий. Если вы всё-таки решите использовать плавленные сапки, то их необходимо порезать. Сыр у меня с зеленью. Можете взять любой, бывает и с ветчиной. То есть с любым вкусом. Что вам больше понравится. Так, всё сложили. Сейчас выключаем функцию жарки. Заливаем горячей водой. Заливаем горячей водой. Воды я налила примерно до уровня 1,2. Чуть побольше можно. Теперь солим. Всё размешиваем. Закрываем нашу крышку. Выбираем функцию мультиповар. Набираем 130 градусов и 25 минут. Всё, через 25 минут наш супчик будет готов. Ну вот, мультиварка сообщила, что наш суп готов. Он хорошо есть с домашними сухариками. Получился бело-желтоватого цвета. Приятный цвет. На зимние вечера хорошо им согреваться. Калорийность изо-сыр у него большая. Так. Последний штрих. Это зелень. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Продолжение следует...